Былое нельзя воротить Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова прочтет Ньютон, не забыв, Александр Сергеевич прогугливается Ах, нынче, наверное, лекцию снова Итак, мы с вами сосчитали, что энергия заряженного конденсатора Равняется К в квадрате на 2С Теперь, если вспомнить, что Е равняется 4П сигма равняется 4П ку на С Ку в квадрате можно написать как ЕС На 4П в квадрате Одну вторую не забыть И вспомнить, что емкость конденсатора Что у нас там было? 4П с на Л Наоборот Наоборот Емкость конденсатора здесь Значит, у нас будет 4П с в знаменателе и на Л Это у нас единица на емкость Ну, теперь, если немножко посчитать Получится Е в квадрате На 8П Л на С Но Л на С это объем конденсатора Итого получается Е в квадрате на 8П На объем конденсатора Смотрите, какая интересная штука получилась Оказывается, энергия конденсатора Пропорциональна Объему пространства, заключенного между его пластинами А чем это пространство Отличается от другого пространства? А если забыть про краевой эффект То объем конденсатора Это тот объем, где существует электрическое поле И тогда возникает одна сумасшедшая идея Эта идея связана с попыткой ответить на странный вопрос А где запасена энергия конденсатора? Я вообще говоря не понимаю вопроса Почему энергия должна запастись где-то? Энергия это вообще говоря интеграл движения Это некоторая комбинация Из переменных, описывающих систему Которая во времени сохраняется Но вот, тем не менее Если эта энергия оказалась Вообще казалось бы Что энергия в конденсаторе Если запасена, то в пластинах Где напихано много зарядов одноименных Которые друг от друга отталкиваются И хотят разлететься Но вот теперь у нас получилось Что энергия пропорциональна Объему того, где находится поле И тогда возникает бредовая идея Давайте считать Что вот такой множитель Является объемной плотностью Энергии электрического поля То есть в каждом кубике пространства Где есть электрическое поле Спрятана энергия Е в квадрате на 8 И тогда возникает гипотеза Что объемная плотность энергии Электростатического поля в вакууме Это есть Е в квадрате На 8П Ну а Всех Надо умножить На 4П Эпсолнснули Господа Это гипотеза Так Получилось В случае однородного поля А если поле неоднородное Это еще большой вопрос Что это так Ну конечно Многие говорят Что если поле неоднородное Давайте это поле Все пространство Заполним маленькими конденсаторчиками Внутри которого поле однородное Ну и тогда сложим просто Ну господа Это опасная процедура Потому что Если поле неоднородное Вам придется заполнять Все очень маленькими конденсаторчиками Их будет очень много А у всех конденсаторчиков Есть краевой эффект И чего у вас набежит С бесконечно большим набором Краевых эффектов Это большой вопрос Поэтому Такой способ Ну уж очень грубый Давайте попробуем Доказать это Получше Мы начнем с того Что энергия Как мы с вами договорились Равна 1 вторая Интеграла по объему От потенциала В каждой точке На плотность заряда В каждой точке На объем На D3R Причем мы будем Сейчас рассматривать С вами ситуацию Когда у нас Заряды Образуют Конечное распределение Или бесконечное Но быстро Убывающее На краях Тогда Если мы Интегрируем По Конечному Объему А вне него Заряда Все равно Нет То вообще-то Этот объем Можно Стоиметь К бесконечности Поскольку Все равно Когда интегрируешь По пустому Пространству Там плотности Зарядок Нет А теперь Вспомним Что Лапласиан Фи Равен Минус 4ПРО И тогда Напишем Что это будет Минус Единица На 8ПРО Интеграл По объему РО ФИ Лапласиан ФИ Д3Р Теперь Воспользуемся Таким Тождеством Сосчитаем Дивергенцию От такого Странного Вектора ФИ Градиент ФИ Ну когда Набло Действует На произведение Двух функций Она сперва Должна Действовать На одну Функцию Потом На вторую Поэтому Это будет Градиент ФИ Скалярно На градиент ФИ Плюс ФИ Набло В квадрате ФИ Но это Как раз То что Стоит под Интегралом ФИ А градиент ФИ Это минус Напряженность Электрического Поля Это есть Минус Е И это Есть Минус Е Поэтому Теперь Мы можем Написать Так Минус Единица На 8 П Это Перенесем Сюда Со знаком Плюс Будет Интеграл По По Бесконечному Пространству Мы же В Устремили К бесконечности От Е В Квадрате Д3R Только Но Господа Что касается Первого Интеграла То Это Интеграл По Бесконечному Пространству Где Есть Поле Е В Квадрате На 8 П Д3R Господа Это И Есть Объемная Плотность Энергии Электрического Поля В Каждой Точке Сосчитайте Такую Штуку Проинтегрируйте По Объему Но Естественно Все Будет Хорошо Если Мы увидим Что Такая Штука Стремится К Нулю Господа В математике Есть теорема Гаусса-Астроградского Которой мы явно не пользовались Которой мы явно пользовались Когда доказывали Теорему Гауса Для любого хорошо дифференцируемого Поля К Интеграл по объему От дивергенции И поля К По Д3Р Есть интеграл по поверхности Окружающий наш объем От скалярного произведения К На Д2Р На ДС В нашем случае Роль вектора К Играет Вектор Фи Градиент Фи Поэтому Интеграл От дивергенции Фи Градиент Фи Есть интеграл По поверхности Окружающий Бесконечный Объем То есть По поверхности Сферы Радиус Который Стремится К бесконечности От Фи Единица На Р Квадрат Объемная плотность Энергии Линейная Снаружи Единица На Р Квадрат Если вы сделаете Все правильно У вас получится Отличный результат В 5 раз Снаружи Снаружи У заряженного Шарика Спрятаны Энергии В 5 раз Больше Чем Его Объем Если он Заряжен По объему Вот такой Забавный Результат Господа Не могу Не отказать Себе В удовольствии Слегка Легнуть Некоторых Квазик Космол Которые Как вы Понимаете Аналогичную Формулу Любят Писать Для энергии Гравитационного Форму Дальше Все понятно Да Тут-то у нас Была Ограниченная Система Зарядов А у них-то Говорят, что Космос Бесконечный Однородный И тогда Вообще говоря Вот этого всего Делать нельзя А если делать То надо Долго и Внимательно Оговаривать Что делать А то еще Любители Есть В бесконечно Равномерно Распределенной Материи Нарисовать Шарик И сказать Что все Внешние Сферы Гравитационного Поля Здесь не Создают А притягивается Только Этот шарик Ну ребят Так можно все Что угодно Доказать Потому что Шариков В однородно Распределенной Материи Можно нарисовать Каких угодно И сколько угодно Можно такой шарик Нарисовать А можно вот Так В зависимости От того Что вы получите Это все Из той же Области Как понимать Равномерно Распределенную Материю Нет Конечно Можно говорить О материи Равномерно Распределенной В четырехмерном Континене Но это надо Говорить И надо Заново Это все Делать Для четырехмерий Тогда Конечно Как это Надо делать А не так По-простому А взяли А подставили А Ну как-то Вот так Вот так Делать 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 Продолжение следует...